Всем доброе утро! Всем доброе утро! С вами Варвара Красотлина Коза с мамой. Да, с вами Мария. Все магнитик! Обязательно! Сегодня с Варварой Алексеевной мы решили сделать прикольные магниты из гипса. Мы сначала зальем формы, делаем такие вот твердые основы, потом раскрасим и прицепим на магнит. Ну и, наверное, повесим на холодильник, да, Варвара? Вот, мы взяли за основу сюжет, как всегда, нашего любимого мультика Эльзи Анна «Холодное сердце». В принципе, вариантов много. До этого мы делали магниты про каких-то других принцесс еще. Вот, но сегодня мы вот сделаем «Холодное сердце». У нас зима, классная погода, я думаю, настроение тоже отличное, да? И мы сегодня с вами и поделимся. Смотри, для того, чтобы сделать гипсовые основы, нам понадобятся весы. Вот, их мы и возьмем. Включаем. Так, ну магнит мы потом взвесим, ладно? Давай мы сейчас поставим с тобой посудину и взвесим наш гипс. У нас вот нужно три части гипса и две части воды к нему. Вот здесь у нас вышло... Это я сама и сделала. Ну, грубо говоря, 120 грамм, значит, у нас... По-моему, я сама налию воды. Ну, конечно. Треть воды. Выбрасываем. Так, давай. Я налью, а ты мешай. Сейчас, подожди, я налью, а потом ты будешь мешать, ладно? Вот так, аккуратненько наливаем нашу водичку. Главное, не переборщить, иначе они не застынут. Совсем. Чего там встает? Чего? Горячо там встает. Нет, не горячо, это просто реакция проходит. Ой, небольшой дымок идет. Или пар. Вот так, вот достаточно. Так, смотри. Теперь снимаем и начинаем перемешивать. Это я умею. Так, перемешивай, пожалуйста, хорошенько. Это я хочу. Берем форму. Это я хочу. Если бы он был конфет, я бы его вытрю. Да нет, ну он не сладкий, это просто гипс. Нам его нужно хорошенечко перемешать. Смотри, какая каша получается. Да, каша на варка. В песочнице делайте кашу. От песка и воды, да? Ну, здесь почти то же самое, только оно потом застынет и будет очень-очень твердым. А потом заливаем сюда. Да, потом заливаем сюда. Сюда. Посмотри, перемешай, вот все. И еще. Еще чуть-чуть, ну давай. Так, мне вкусно. Какая у нас нет. Да ты что? Так, давай выливать форму уже. Смотри, уже консистенция такая вот. Да. Подходящая. Давай форму заливать. А нет, вот еще комочек вот здесь вот хорошенечко размешать. Да, чтоб не было комочек, проверяй. Так, ну теперь давай выливать. Давай только аккуратненько. Ну, выливай. Давай, я держу форму, а ты выливай. Вот, постарайся в ячеечки попасть, хорошо? Вот так, не бойся. Вот так. Так, одна есть. Сюда давай. Так, давай делать Олафа. Олаф, пожалуйста, не подадись. Вот так. И теперь самое главное, Эльза и Анна. Красивое сердце. Холодное. Так. О, мой бедный. Вау. Ну, у нас как всегда остался гипс. Давай мы вот зальем. Кто у нас здесь? Золушка. О, старый форм. Вот. Так, теперь берем ложечку, держи. И аккуратненько разравниваем, чтобы они были ровненькие, да, вот поверхность. Разглаживай. Разгладь еще немножечко вот здесь, ладно? Так, молодец. Все, 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 оно до края удашло. Теперь вот здесь вот как бы шапочку вот эту водяную немножечко. Оп. Разгладили. Давай мы это уберем. Так. И теперь нужно будет дождаться, пока наши магниты полностью застынут. Но так как у нас идет съемка, мы не можем ждать так долго, поэтому мы сделали заготовки заранее. Сейчас мы будем просто раскрашивать, да? А это мы пока отложим. Так. Вот Варвара Алексеевна успела наколдовать своим холодным волшебством, и наши магнитики быстренько застыли. Сейчас мы будем с ней разрисовывать. Обычно производители магнитов предлагают вот гипсовых наборов вот этих всех нескольких вариантов краски. Вот нам идет акриловая, в другом, простая акварель, которой тоже можно, в принципе, расписать наш магнит. Ну что, будем с тобой просыпать? Да, кстати, ставьте лайк по нашим видео. Ха-ха-ха, кстати. Так, Варвара Алексеевна, держи свою кисточку. Я думаю, ты будешь... Выбирай, кого ты хочешь раскрашивать. Я хочу раскрашивать вот Олафа. Давай, Олафа, смотри, у него давай сделаем темный фон, чтобы он был белый и более выделялся на этом фоне, хорошо? Ага. Какой краской будешь рисовать? Вот такой или вот такой? А, вот этой. Отлично, давай тогда. Ну а я, пожалуй, приступлю тогда к нарисованию девочек, да? Эльзы Анны. Ладно. У меня будет акриловая краска, она будет немножечко быстрее высыхать, поэтому с ней работать немножечко сложнее. Ну, я добавлю зелененькую краску. Ну, хорошо, сделай, конечно. Мам, я хочу списать вот эти два. Вот эти два? Красные и черные, да? Да. Сядь, пожалуйста, Павла. А какой цвет будет за них? Ну, а давай ты уже сделаешь Олафа синим. Давай, у тебя все какое-то абстрактное уже получается. Дашь немножко красненького. Да, да. Спасибо. Так, а я девочкам рисую губы. Вот так. Солодится, какой цвет у меня записываю красный. Какой у тебя цвет получится? Пока что ждите. Пока что ждем. А ты знала, что из гипса делают не только гипс, на руку накладывают, как защиту, чтобы кости зарастались. Знала, что из гипса выливают еще всякие формы красивые. Рельефы, барельефы, фигуры. Статуи. Кстати, ты сегодня этим почти занимаешься. Видишь, настоящий художник. Какой страшный. Зачем ты делаешь страшного? Давай сделаем красивого. Он же добрый. Я делаю доброго. Ну вот. Такой вот. Мам, я захочу раскрасить. Вот этот другой цвет. Какой? Мам. Я хочу покрасить. Вот этот заводчик. Немножко желтенького добавим. Да, у нас такие брюнетка и блондинка, сестрички. Так, что там у тебя? О, ну замок точно должен быть холодным, очень холодным. Даже замок Эльзы. Тогда нужны белые и такие вот синие цвета, голубые. Можно смешать белый и синий, получится голубенький. Какого цвета глаза были у Анны, не помнишь? Помню. Какого? Они были розовыми. Да ладно. У нее такие они были, по-моему, зеленоватые какие-то, карие. Карие с ним. Так, а у Эльзы, наверное, голубые, да? Да, голубые. Нарисуем снежиночку ей в волосах. Ну и можно здесь парочку снежинок. Посмотри, у меня уже снег пошел. Снег? Да, у меня уже снег пошел. А я такие маленькие. Вау, как красиво. Прям как льдиночка холодная будет, да? Угу. И все у тебя красивее. Да, ну понятно. Конечно, у тебя красивее. Так, смешно. У меня уже готовы, девчонки. Тебе помочь с замком? Сейчас. У меня еще туфелька. У тебя еще туфелька. Ну давай я тогда карету подготовлю. Давай. Смотри, она у нас такая тыквенная вот. Ну, ставь для меня. Пожалуйста. Спасибо. Так. Мам, а что у нас осталось в последнем... Ой, карета. Карета, да. И замок ты не докрасила. Замок не докрашивать. Горбер. Дократи. Давай. Все, что? С удовольствием. А мне нужны вот эти. Мам, а что здесь еще мешать? У нас будет такая прям льдиночка, а не замок, да? А карета где-то? Ну ты прям щедро намешала голубого. Мам, ты понял, какие были у тебя льдиночки льда? Какие? А что она у тебя красная? Она же должна быть тыква оранжево-желтая, а из зеленой льды вот это вот идет колесик. А я хочу красную. Понятно. Археологическая раскопка в баночке. Мы нашли немножко светлого голубого. Смотри, если мы вот так вот им прокроем некоторые издали... Так, у нас получается что? Какие-то Аля. Анна, ледяная туфелька и ледяной замок. Здорово. Ну и Олаф тоже. Ну и Олаф тоже. Только Олаф немножко у нас какой-то в нем борется. Огонь и вода какая-то, лед и пламя, да? Ну что, магниты дорисованы. И думаю, сейчас мы сможем в самое время вот просто прилепить к ним сам магнит. Ой. Смотри, Варвара, мы по размеру вырезаем такие вот магнитные ленты, перерезаем к полам, да? Ага. Так. Сейчас отклеиваем липучку. И держи. Цепляй. Цепляю. Вот так. Магнит как следует. Прижимаем его. И опа! Ледяной замок. Эльза готов, да? И вот такие вот магниты у нас получаются на магнитной основе, да? Потом можно будет их прилепить к холодильнику. Держи. Вот такие классные магниты у нас получились сегодня. Мы сделали холодное сердце. Вот такие у нас вот такие магниты. Да, у Варвары ледяной замок. У меня портрет Эльзы и Анны. И думаю, они у нас будут косоваться на холодильнике, да? Да, и у меня еще Олаф. Да, ну еще остальные, понятно. А мы вам желаем прекрасного утра, солнечной погоды, отличного настроения. И хорошего дня. Всем пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok